Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Четвертый том. Вопрос 1338. «Можно ли верующему пользоваться газовым болотчиком в целях самообороны?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Верующий может пользоваться любым видом самообороны, но только никого не убивать. Он может убегать, скрываться, добровольно сдаться, как Серафим Саровский. Случается, что газовый болотчик отбирают и применяют против его хозяина, а змею стряхнуть с себя не могут. Апостол Павел спасся от сорока киллеров, благодаря племяннику и римским начальникам. Другой раз он воспользовался правом римского гражданина, даже напугал арестовавших его. Иногда он бежал, будучи спущен через стену, когда у ворот его ждали убийцы. Афанасий Великий отсиживался в колодце и прибегал к таким маневрам, каким позавидует любой разведчик. Иногда требуется, чтобы ударить, как Никола Чудотворец или Фекла, посягнувшего на нее языческого жреца. Она так перекинула и ударила об землю, что его парализовало на три дня, и он не мог давать даже никаких показаний. Левдокия дунула в лицо филострату, и он тут же умер. Апостол Петр с неплательщиками разделался еще проще, сразу отправил их на кладбище. Но здесь уже без применения человеческой силы, но все было содействием Божьим. Значит, изо рта Евдокии и Святой Татьяны сила была в тысячи крат сильнее, чем из газового баллончика. Когда Татьяну думала на языческий храм, он разрушился мгновенно, как от цунами. Альсберд Харлампия, 10 февраля, ударил такой огнемет, что пожег 70 человек. Вот им и надо подражать, жить так же чисто и свято. Враги нам лучшие друзья, они при бундости нас учат. Да больше тех страшусь и я, ласкательством меня кто мучит. Державин.